Один электрический угорь против трёх кальмарокрабов. Что же будет? Здравствуйте, дамы и господа! Я приветствую вас на нашем самодельном ринге. Сойдутся за звание самый опасный хищник кальмарокраб и электрический угорь. Кто же из них намного опаснее? Кто же самый опасный хищник мира сабнаутики? Оба претендента появляются в ринге и кальмарокраб переходит в наступление. Электрический угорь уворачивается, но кальмарокраб пытается его достать и не может, ведь ему мешает его супер-мега-мозг. Электрический угорь бьёт его электричеством раз, другой, третий кальмарокраб. Нет бы ему отойти в сторону и поменять позицию, но он не может, ведь он очень умный. Он застрял в углу, а электрический угорь меняет тактику, заходит со спины к кальмарокрабу. И что же он будет делать? Что же задумал электрический угорь? Кальмарокраб отмораживается, пытается зайти со спины электрическому угрю. Оба противника присматриваются друг к другу, выявляют слабые места и кальмарокраб получает хвостом от электрического угря прямо в ухо. Но ещё не вечер. Мне кажется, кальмарокраб что-то задумал. Он обдумывает тактику, с какой стороны подобраться к электрическому угрю. А электрический угорь не спешит, не спешит. И только иногда с лёгкой игривостью ударяет кальмарокраба, за что тот получает дозу смертельного электричества. Кальмарокраб одумался, пытается напасть. И электрический угорь бьёт его. И вот снова электрический угорь заходит сверху кальмарокраба, ведь он понимает, что кальмарокраб может ударить только снизу, а сверху он бессилен. И электрический угорь наносит ему один, второй, третий удар, четвёртый. И вот кальмарокраб повержен. К сожалению, кальмарокраб не выжил в этом состязании с нашим победителем в первом раунде электрическим угрём. А мы переходим во второй раунд. Во втором раунде тоже участвует один электрический угорь против трёх кальмарокрабов. Что же будет? Победят ли эти трое одного электрического угря? Как они будут вести себя на этом ринге? Но что это? Один кальмарокраб атакует другого кальмарокраба. Вы что, ребята, почему вы это делаете? О нет, двое атакуют одного. Как же такое возможно? Мне кажется, кальмарокрабы большие эгоисты. И каждый дерётся сам за себя. У них нет командного духа. И вот они лупцуют друг друга, пока электрический угорь наносит им дозы электричества. Электрический угорь сосредоточился на одном и добивает его. И он добит. Кальмарокрабы остаются вдвоём. Электрический угорь с лёгкостью уничтожил одного, пока двое других были заняты друг другом. Электрический угорь наносит одному второму удары со спины. Это не запрещено в нашем состязании. Не запрещено. Все удары разрешены. Электрический угорь бьёт одного, второго. Что же будет? Как же поведут себя кальмарокрабы? Ведь они такие большие и опасные. Но нет, нет. Они не могут договориться друг с другом и продолжают лупцевать один другого. Нет бы им скооперироваться. Но они этого не хотят. Они хотят проиграть. Как печально. Электрический угорь что-то задумал. Отсиживается в углу, пока один кальмарокраб уничтожает второго кальмарокраба. Как говорит древняя китайская мудрость, когда два тигра дерутся, обезьяна не вмешивается. Видимо, эту тактику и избрал наш электрический угорь. А кальмарокрабы этого не знали. И, соответственно, могут проиграть. Могут проиграть в нашем втором раунде состязании. Кто же сильнее? Кальмарокраб или электрический угорь? Кальмарокраб пытается атаковать, но не может. Ведь его тело пронизано электричеством. И он погибает. Остался один кальмарокраб, который должен справиться с одним электрическим угрём. Но что-то пошло не так. Сильная доза электричества затмила мозг кальмарокраба. И он потерял ориентацию. А электрический угорь чувствует себя очень даже комфортно, победив двух его собратьев. Как же, как же поведёт себя кальмарокраб? Ведь он должен отстоять честь своих собратьев. Но нет, он хочет уйти, убежать с этого ринга с позором. Но не так-то было. С этого ринга уходят только вперёд ногами. Электрический угорь наносит сзади удар кальмарокрабу. Кальмарокрабу подкрадывается ещё раз, делает один ему понятный и известный манёвр. Что же задумал электрический угорь, нам только предстоит догадываться. А вот кальмарокраб, кажется, деморализован. Он обиделся, ушёл, смотрит в стенку и говорит, дайте мне выбраться. Но не тут-то было. Электрический угорь подбирается, наносит удар кальмарокрабу. И кажется, кальмарокраб на последнем издыхании. Но вот, что-то в нём пробудилось. Он начинает движение. Электрический угорь заходит сзади и наносит ещё один удар током. Кальмарокраб кажется в шоке. Что же он будет делать? Нет, кальмарокраб получает удар электрическим током за ударом. Он не может с ними справиться. Электрический угорь понимает, что он уже победил во втором раунде. Но он играючи, играючи ведёт бой. Ведь он уже победитель. Осталось немного, совсем немного. И вот электрический угорь делает последний удар. Наносит кальмарокрабу. Кальмарокраб, что же он будет делать? А ничего. Мне кажется, он боится электрического угря. Он даже ему не отвечает. Он путает электрического угря со своим собратом. Наносит ему удар. Электрический угорь под этим соусом завершает этот раунд. Поздравляем электрический угорь. А мы переходим к третьему раунду. В третьем и завершающем раунде участвуют пять кальмарокрабов против одного электрического угря. Пять кальмарокрабов представляют опасность. Невероятную опасность для одного электрического угря. Он один. Но может ли он стать одним в поле воином? Это и предстоит нам узнать. Кальмарокрабы, как обычно, несогласованно действуют, нападают друг на друга. Они могут, они могут уничтожить электрического угря, ведь он в меньшинстве. А кальмарокрабов пятеро. Но они, видимо, не хотят. Заранее они не сговорились. И один кальмарокраб получает удары за ударом от электрического угря. Ведь там мало места. А электрический угорь знает, что в углу очень мало места. И с одним противником гораздо легче справиться, чем с пятью. Они обижены друг на друга. Тем самым, а электрический угорь ждет. Ждет, когда появится хорошая возможность. Когда кальмарокрабы сами перебьют друг друга. И вот, кажется, настал этот момент, когда один из кальмарокрабов повержен. Вот электрический угорь заходит сзади кальмарокрабом. И делает удар за ударом в спину. Кажется, кальмарокрабы заняты не тем делом. Они не хотят бить электрического угря. Электрический угорь продолжает сосредоточенно бить одного. Но подходит второй, он нападает на электрического угря. Кажется, что-то проснулось в нем. И он попадает в другого кальмарокраба. А эти два кальмарокраба слева бьют друг друга. Они сосредоточены только друг на друге. Кажется, они обиделись. Нет бы им договориться, но они не хотят. Они не хотят победы. Они потеряли одного из своих друзей. Но электрический угорь, видимо, один в поле воин. Он знает, он знает, как действовать. Он знает психологию кальмарокрабов. Ведь они хотят бить друг друга, вместо того, чтобы победить одного электрического угря. Они не хотят победы. Пока заняты кальмарокрабы, электрический угорь наносит им удары. И они получают эти удары друг от друга. Кальмарокрабы не хотят победы. Но они не могут скрыться с нашего ринга. Им остается... Вот, один кальмарокраб убит своими же собратьями. Какой ужас или какой позор, считать вам, дорогие зрители. Кальмарокраб один нападает на электрический угорь. И электрический угорь отвечает и убивает одного кальмарокраба. Кальмарокрабы остаются вдвоем против одного. Четвертый кальмарокраб побежден. О нет, остался один на один. Кальмарокраб и электрический угорь. Кажется, силы опять не равны. Электрический угорь не сдается. А куда ему, собственно, и деваться с этого ринга? Он должен победить, чтобы уйти с этого ринга победителем. Кальмарокраб остается один, и он может победить. Но дозы смертельного электричества затмевают его разум. И он бьет стенку ринга, не понимая, где враг. Он пытается сориентироваться, но не может, ведь электричество пронзило все его тело. И вот, наконец, он видит своего врага. Нападает, но не попадает. И электрический угорь снизу хуком добивает пятого кальмарокрабы. Дома и господа, наш абсолютный победитель – это электрический угорь. Спасибо за просмотр.